Привет! У микрофона GL, а значит пришло время истории индустрии игр. Этот сюжет идет в рамках истории Electronic Arts, и я завершаю рассказ о Bullfrog Production. Для тех, кто пропустил первую и вторую части, есть ссылки по аннотации и в описании. Остальных прошу проследовать дальше в дебре истории. Итак, заставка, поехали! Действуя на гребне технологического прогресса, Bullfrog приступили к работе над новой частью своего дебютного проекта. Используя все новейшие наработки в плане трехмерной анимации, Populous The Beginning была начата к разработке. Вообще, в названии изначально звучало словосочетание «Третье пришествие», но потом, исходя из задуманной концепции, подзаголовок пришлось поменять на происхождение. Из примечательного разработчики собирались полностью переосмыслить подачу и концепцию игры. Да, симуляция бога до сих пор была приоритетной, но подавать ее в прежнем ключе было бы паразитированием и неверной стратегией. Возможно, бы ушедший из компании Молинье не одобрил такой подход к делу, но в результате команда очень даже справилась. Игра поступила в продажу осенью 98-го года, и вот что получилось. Как и следует из концепции и названия игры, мы выступаем не за божество, но за шамана племени, которому предначертано стать богом над всеми. Однако преграды на пути к этому стоят другие племена, у коих не меньше шанса на это. Из этой истории строится геймплей. Нам представлена звездная система, в которой предстоит захватить под контроль все планеты. Достигается цель строительством лагеря и созданием благоприятных условий для появления воинов. Войны, в свою очередь, хорошо сбалансированы и имеют как сильные, так и слабые стороны в зависимости от класса. Также есть поиск тотемов и изучение у них новых заклинаний, хорошо знакомых по прошлым частям серии. Заклинания питаются манной, и каждая берет по-разному. В итоге приходится постоянно учитывать все факторы для одержания победы. Так как все выполнено в честном и красивом 3D, то играть в новый популус довольно необычно и немного по-другому. Музыка также поменялась, но разумеется в лучшую сторону. И от всего этого чувствуется эффект свежести и новизны. И пусть сетуют на простоту игры и достаточно среднюю вариативность действий, игра все равно получилась интересной и цепляющей. Далее последовала еще одна интерпретация концепции Дэм Парк. На сей раз нам предстояло сделать все, чтобы все больше гостей желали прийти в ваш аквариумный парк. Покупаем либо ловим рыбу, расставляем резервуары с водой максимально эргономично, нанимаем работников и ведем прочие финансовые творческие дела. Делали ее не так усердно, как предыдущие экономические стратегии. Оттого она не особо запомнилась игрокам. Однако это не отменяет хорошести и уникальности Дэм Аквариум. Как и в случае с новой частью Populous, Stickville Dungeon Keeper также готовился с целью полного перехода в трехмерное пространство. Постулатами служили минимальные изменения механики, но доведение до ума некоторых моментов, захоронение духа и атмосферы игры, а также расширение в плане длительности. Игру готовили недолго, так как все основные моменты уже были готовы. Релиз состоялся в июне 99-го года, явив миру Dungeon Keeper 2. Как и прежде, мы хозяин подземелья и цели у нас все те же, что и в прошлой части. Многие геймплейные особенности также повторяются, так что лучше я перечислю лишь изменения, какие произошли в механике и не только. Для начала это, разумеется, трехмерность окружения. Сердце подземелья теперь может хранить золото. Появился еще один ресурс, манна, которая нужна для заклинаний, ловушек и питания для них и импов. Теперь смерть существа наступает через некоторое время, если его, конечно, не перенесли на лечение или не унес противник. Уровни импов повышаются теперь не только тренировками, но и выполнением обязанностей, а бойцы способны раскачаться полностью только в бою. Добавили пару комнат и мостов с заклинания, слегка переделали, а настройку поведения импов убрали. Стены стало возможно разрушить, а эффективность комнат зависит не только от площади, но и от наличия стен, предметов и тому подобных вещей. Поклонники и критики сетовали лишь на то, что хоть изменения и были, но довольно минимальные. Да, игра была по-прежнему единственная в своем роде, но хотелось чего-то нового. Хотя игра от Bullfrog так и не осталась без внимания и отличалась хорошими продажами. В сентябре 1999-го Лес Эдгар сменил свой пост и стал консультантом Bullfrog Production Limited, что позволило ему посвящать больше времени другим сферам своих интересов. Лес передал бразды руководства Брюсу Макмиллану, ведущему специалисту из канадской студии Electronic Arts. Брюс, в частности, принимал непосредственно участие в создании серии FIFA Soccer. С этого момента и началось полное поглощение Bullfrog. Уже после этого момента в релиз вышла очередная Zen Park с подзаголовком World. И все-таки здесь изменений с предыдущей частью было гораздо больше, нежели у Decay 2. Но, во-первых, это честное 3D, которое смотрелось очень на уровне. Во-вторых, это четыре разных тематики парков – джунгли, ужасы, фэнтези, будущее. Для открытия последующих тематик нужно развивать свой парк в предыдущем, зарабатывая золотые ключи. Развитие происходит по тем же правилам, что и в прошлой части. Кроме этих добавлений были введены различные бонусы, которые можно тратить на строительство уникальных аттракционов. Также стоит отметить возможность покататься на своих же аттракционах с видом от первого лица. Все это и со старой экономической механикой создавало очень крепкую игру в жанре тайкуна. Плюс ко всему, в связи с поглощением компаний и издательством, название изменилось на Sim Dem Park, взяв приставку Sim от игр Maxis. И пришло время последней полноценной игры Bullfrog, правда создаваемой в тандеме с Climax Group. И несмотря на то, что это снова был симулятор строительства парка развлечений, даже здесь разработчики нашли, что нужно развить. Первым стоит отметить отклонения в сторону именно экономических и бизнес-дел от простого фана. Все стало чуточку серьезней, и это действительно очень качественно повлияло на игру. Теперь было доступно три зоны со своими аттракционами и стилем. Земля изобретений, полярная ночь и арабская тематика. В каждой предстоит заниматься по привычной уже манере строительства, менеджмента и наблюдения. Интерфейс претерпел качественные изменения и стал быстрее и удобнее. Советник стал более умным и постоянно дает ценные инструкции по благоустройству территории. Карта стала обширней, а графика четче и красочней. В общем, последняя игра Bullfrog удалась и заслужена была намного лучше смежных проектов. Как и с предыдущей игрой, название ее было также изменено, причем более радикально. С Zem Park Inc. на SimCoster. В любом случае, путь команды под флагом Bullfrog подошел к концу. И хоть SimCoster стала последней полноценной их игрой, то Quake 3 Arena стала последним проектом в роли подмастерья. Bullfrog делали порт на PlayStation 2, который вышел неплохим. Примерно в августе 2001 года EA решила больше не выпускать продукты с брендом Bullfrog. И прежние участники Bullfrog были переброшены на другие проекты, такие как, например, Harry Potter. Слияние завершилось, студия перестала существовать, но игры остались в сердцах и головах многих людей по всему миру. Да и без Bullfrog не раскрылся бы талант Питера Малинье, который потом еще не раз заявил о себе. На этом история Bullfrog завершается, но не заканчивается мой рассказ о ней. В скором времени будет материал по интересным фактам и не вышедшим играм Bullfrog. Потому, дабы не пропустить его, советую подписаться на канал, а также ставить лайк, если видео вам понравилось. С вами Историю вспоминал Габриал Амберт. И я не прощаюсь, лишь говорю, до скорого. Субтитры создавал DimaTorzok